С 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация от коронавируса. В Министерстве здравоохранения составили график вакцинации населения российской вакциной «Спутник Ви». Как сообщил на заседании правительства министра здравоохранения Алексей Цой, сегодня, 19 января, запланировано подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Наша съемочная группа вышла на улицу узнать мнение горожан о предстоящем событии. «Предлагать-то, естественно, буду. Я считаю, польза будет. Будет, да? Будет польза. То есть вы будете ее делать? Я буду вакцинироваться, да. Ну, вообще, вакцина на настоящий день – это мое мнение лично. Ага, не апробировано так, чтобы сказать, знаете, что положительные результаты, как видим, точно так и отрицательные. Поэтому мое мнение, что еще я считаю, что вакцина до конца не проработана, мое мнение отрицательное. То есть вы не будете ее делать? Я не буду, да, ее делать. Нет, конечно, я против. То есть вы не будете ее делать? Нет, конечно. Я же не знаю, какие результаты будут. Лучше пусть сначала сделают, кто там сидит, и покажут результат, а потом уже. За. Будете делать. Да. Недавно слышал в Норвегии уже, умер от вакцины. Я не знаю сейчас, потому что непрактично уже. Ну, студия по отзывам, конечно, наша лучше. Ну, в смысле, наша. Российская вакцина. Спутник ВИИ вторую какую-то забрали. Ну, скорее всего, наверное, будем ждать западную. Ну, я сначала посмотрю результаты каждого, а потом, исходя из этого, я уже определюсь, какую вакцинацию будут. Российскую. Почему? Потому что в России это хорошо развито. Скорее всего, у нас только западные же. Российские есть, у нас нет в России, то есть российской вакцинации нет. А с запада, норвежская у нас вакцинация. Скорее всего, западная, да, по-любому. Я не знаю, что придумает правительство по этому поводу. Скорее всего, будут как-то людей. Ну, вот как и у детей, есть же вакцинация взрослого человека по этапам жизни. То же самое. Возможно, будут какие-то ограничения придумывать для этих людей, которые не вакцинированы. Вот и все. Я считаю, что оно должно быть добровольно, хотя сейчас вот пишут, что оно будет обязательно. Если оно будет обязательно, значит, правительство должно оплатить эту вакцину. А мы как знаем, что категории лиц есть, которые не все входят, чтобы вакцинация была бесплатна. Знаем, для учителей, для медиков. И поэтому, я думаю, не вправе правительство обязывать всех вакцинировать. Антисептики всякие, вот эти маски. Насчет этого вопроса я точно не знаю ответа. Но, по-моему, будут предпринимать определенные меры. Пока вакцина от гриппа и поддержать иммунитет, и все. Потому что не знаю пока.